Глухим человек может стать в силу разных причин, однако физический недуг не должен стать поводом для того, чтобы он чувствовал себя ущемленным. Это основной посыл деятельности Брестской областной организации Белорусского общества глухих. Сегодня в региональном объединении состоит более тысячи человек. Благодаря существующим специализированным предприятиям, около половины из них имеют постоянную работу и заработок. В первую очередь это профессионалы своего дела, которые любят то, что делают. Мы же инвалиды, друзья, братья, сестры. Относимся как к близким. Слышащие, например, приходят, у них опыт, допустим, где-то там на предприятии работают, они приносят туда и нам как бы подсказывают что-то, говорят там, что вот там так делается, вот так, надо вот так. Все и, как говорится, рабочий коллектив. Примеров успешной социализации глухих людей действительно немало, но так бывает не всегда. Порой при переезде и ряде других обстоятельств человек попросту теряется и не знает, как быть. Решить эту проблему и ряд других важных вопросов призван круглый стол, роль переводчика жестового языка в жизни людей с нарушениями слуха, который состоялся на базе территориального центра социального обслуживания населения Московского района. Как помогать тем, кто только пришел в организацию? Какие мероприятия выбирать для социализации и адаптации? Разговор получился достаточно точным и конкретным. Больше пользы какой-то мы друг друга поддерживаем, выясняем какие-то вопросы, решаем их совместно, и это как бы все на благо наших глухих. В зале не так многолюдно. К сожалению, пока в городе мало специалистов, которые могут заниматься жестовым переводом. А ведь вопросов, решения которых глухому нужен переводчик, немало. Страховые и пенсионные службы, суды и другие инстанции. На эти точки соприкосновения позволяет жестовый язык и хорошее понимание вопроса со стороны помогающего. Специалисты есть, помощь оказывается. И сиюминутность это не про законодательство, это про то, что люди как-то должны, любя друг другу, понимать, что прямо здесь и сейчас, ну да, понятно, но можно и отложить. Отложить на то время, которое будет комфортно самому человеку. И может быть, перед тем, как получить саму услугу, либо обратиться к тому же узкому специалисту, нужно еще что-то уточнить самому переводчику, чтобы он уже непосредственно на приеме мог еще что-то подсказать, либо на чем-то акцентировать внимание самого специалиста. Сегодня большой плац деятельности по помощи возложен на специалистов Центра приема и передачи информации от лиц с нарушением слуха. Учреждение открылось в 2019 году. Его главная задача – помочь в решении насущных вопросов. Доброе утро, девушка. Скажите, пожалуйста, а талончик терапевта можно отложить на завтра? Заказать талон к врачу, получить консультацию по юридическим и финансовым вопросам – все это помогает сделать переводчик жестового языка, который на связи во всех мессенджерах с видеосвязью круглосуточно. Это особенно актуально, когда необходимо вызвать экстренные службы, например, МЧС. Теперь, если где-то что-то случается, не дай бог, то не только Брест, но вся область на этот номер пишет смс, что им вызвать скорую, пожар или еще что-то. И мы тоже с ними работаем, и всю эту информацию передаем МЧС. Период активного распространения коронавирусной инфекции проверил переводчиков на прочность. Ежесуточно сюда поступает около десятка звонков с разными вопросами, ответы на которые удается найти благодаря особой преданности делу самих сотрудников Центра. Ведь они здесь в своем большинстве трудятся по зову сердца и души. Это было желание и стремление помочь людям, особенно с нарушением слуха, потому что это, как я говорю, это моя позиция, это другой мир у них, другие возможности, не такие, как у нас. Поэтому стараешься помогать, чем больше, тем лучше. В основном мы больше сейчас стали работать по медицине, естественно, потому что у нас, как мы знаем, идет инфекция очень большая, коронавирус, и из-за этого звонков, конечно, поступает очень много, особенно по ночам, то давление, то высокая температура, то температура не сбивается. Поэтому стараемся быстренько, в экстренной ситуации сразу помочь нашим инвалидам по слуху. Жестовый язык является основным способом общения для большинства слабослышащих и глухих граждан. Решение социальных проблем, связанных с жизнедеятельностью инвалидов по слуху, повышение качества их жизни, неразрывно соединено с использованием жестового языка и немыслимо без участия переводчиков, которые 31 октября отмечают профессиональный праздник. Совершенствуйтесь, развивайтесь и будьте здоровы, ведь в обществе так важно, чтобы все были поняты.